Девушки отдыхают Это идеальное выражение того, что представляет собой Астон Мартин. Этот проект настолько специализирован, что для создания ВАН-77 требуется постройка собственного мегазавода. Но Астон Мартин занимается всем этим в разгар серьезнейшего за последние 80 лет мирового экономического кризиса. Эта драматичная история создания автомобиля, не похожая ни на одну другую. Мегазаводы. Астон Мартин. В 2007 году Астон Мартин, известный своим элегантным английским стилем, отточенным дизайном и тем, что это любимая машина Джеймса Бонда, начинает работу над самой дорогой серийной машиной. Ее цена – свыше миллиона фунтов стерлингов. Техническое задание – создать идеальный Астон Мартин. Это станет одним из самых дерзких решений за всю историю компании. Создать Астон Мартин, перед которым будет совершенно невозможно устоять. Программа «Мегазаводы», получившая эксклюзивный доступ, проследила за Астон Мартином в течение трех лет. Чтобы оценить, как им удается использовать серийные производственные процессы для создания скоростных спортивных машин, доводя эти стандарты до предела и создавая одну из самых эксклюзивных машин в мире. Мы взглянем на то, как создается суперкар, начиная с замысла и до самых первых мыслей о ее дизайне. Мы никогда прежде не пропускали сюда съемочные группы. Давайте заглянем внутрь. И того, как сотрудники Астон Мартин используют малоизвестные древние учения о чертах и пропорциях. Вы можете задать пропорции предмета, и людям он покажется естественным образом привлекательным. И вплетают все это в каждую деталь автомобиля. Мы проследуем по всему пути кропотливого создания чертаний суперкара. А также сборки двигателя, который должен быть самым мощным в своем роде из когда-либо изготовленных. Это само по себе непростая задача. А через несколько месяцев после заявления о начале производства все становится еще сложнее. Свыше двух тысяч человек лишились работы. Шесть тысяч человек остались невостребованными, когда происходит обвал лондонской фондовой биржи, а с ней и британской экономики. Это был момент, когда мир подумал, неужели это конец капиталистической системы. В свете принятия британской компании «Астон Мартин» решение создать самую дорогую в мире серийную машину, как раз тогда, когда Англия оказывается в разгаре величайшего кризиса, главный вопрос, как вообще они смогут добиться успеха. В Арвикшире, в самом сердце сельских районов Англии, расположен ультрасовременный дом «Астон Мартина». Здесь производятся их высококлассные спортивные автомобили. С незабываемыми названиями, вроде «Вантич», «Вираж» и серия «Диби». «Империя» Астон Мартин находится под контролем таинственного генерального директора доктора Бетса. Он имеет докторскую степень в инженерии и отлично знает, что нужно для достижения результатов. В общем, можно сказать, что моя работа – исключительное удовольствие, но это и тяжелый труд. Если вы любите сложную работу, вы получите удовольствие. В истории компании было три ключевых руководителя, но именно доктор Бетс руководит компанией в ее самую успешную на сегодняшний день эпоху. Он также является ключевым членом гоночной команды «Астон Мартин». Он очень спортивный, он очень приятен в управлении. Своим именем компания обязана гоночному спорту. На самом деле это сочетание фамилии основателя команды Лайон Элла Мартина и его первой победы на «Астон Хилл». Вместе они и создали «Астон Мартин». Именно доктор Ульрих Бетс отдал указание компании перебраться со старого места, где компания располагалась 40 лет, в Арвикшир. Цель переезда – их шикарный новенький мегазавод, располагающийся в Гейдене. Общей площадью почти 2700 квадратных метров, на которых работает 1400 рабочих. Каждая машина собирается по специальному заказу, на что обычно уходит 220 человеко-часов. Но у доктора Ульриха Бетса есть более масштабные идеи. В этом здании в 2007 году он обращается к своей команде и просит их заняться созданием суперкара «Астон Мартин». Руководитель дизайнерского отдела Марек Райхман отлично помнит это событие. Ульрих велел мне создать «Астон Мартин», перед которым будет невозможно устоять, чтобы это были чистейшие эмоции. Нечто, на что люди будут смотреть и тут же хотеть обладать таким же. Располагая существенным историческим багажом, начинать компанию «Астон Мартин» будет не с чистого листа. Машина является воплощением 94-х лет истории, выражением всей преданности людей, которые работают в этой компании и над этой машиной. Дизайн машины важнее всего. Он должен быть традиционным, созданным на основе почти 100 лет истории и при этом, по сути своей, оставаться радикальным. Команда конструкторов Марека знает, что необходимо достигнуть новых высот. Насколько мы сможем улучшить эту машину, раздвигая границы, как мы сумеем создать язык поверхности автомобиля, чтобы в нем узнавался «Астон Мартин», это эволюция эстетики. Зачастую команда... Мы проводим целую ночь, разрабатывая масштабную модель, включив музыку, никого больше вокруг, половине здания погашены огни. Так мы и находим дизайнерские решения, которыми делимся друг с другом. И так, в конечном счете, мы пришли к той машине, которая нужна. Показатели машины также критичны, но доктор Бетт с пренебрежением относится к ограничениям, которые накладывают громкие значения вроде максимальной скорости. Мне все равно, разгоняется ли машина за 3 с чем-то секунды, до сотни, или ее скорость 320 или 330 километров в час, или какая-то еще... Для нас важнее то, что стоит за этой цифрой. Однако перед ним будет стоять одно существеннейшее ограничение. Крайне ограниченная серия. 100 — это уже цифры, 50 — недостаточно. Нужно было нечто среднее, и 77 показалось нам хорошим числом. Было очевидно, что если выпустить 77 автомобилей, можно сделать многое, чего нельзя сделать для трех или пяти тысяч машин. Поэтому каждый владелец получит шанс обладать одним из всего 77 творений. Так и родилось название автомобиля. Ван 77. Решение создать всего 77 вариантов идеального Астон-Мартина означает, что требуется специализированное оборудование. Даже точные сборочные процедуры, используемые для производства линейки быстрых спорткаров компаний, здесь недостаточно. Поэтому для создания этой машины было принято решение построить совершенно новый завод. В нем будет размещаться все специализированное оборудование и инструменты. Каждый этап производства можно будет поднять на более высокий уровень. Одним словом, доктор Бетц заказал микромегазавод. Известный просто как завод УАН-77. Эти напоминающие лабораторию цеха станут горнилом творения. Процесс настолько специализирован, что по расчетам доктора Бетца, каждая машина будет иметь цену в миллион двести тысяч фунтов стерлингов. Миллион фунтов — это настолько неизмеримо огромная сумма денег, что если вы платите ее за автомобиль, это означает, что он должен быть настоящим произведением искусства. Как в случае с Астоном, вы платите за 1 из 77. Будет создано лишь 77 экземпляров. Это как издание, выпущенное ограниченным тиражом. ВАН-77 — это не просто суперкар, это произведение автомобильного искусства. В 2007 году мировое искусство достигает апогея яркости, шика и вульгарности. Британский художник Дэмин Хёрст просит 50 миллионов фунтов за череп 35-летнего человека, инкрустированный бриллиантами. Мировые рынки показывают исторические рекордно высокие показатели. Это были золотые, нулевые, все было блестящим, у всех, кто хотел, была работа. В Дубае построили самый высокий небоскреб в мире. Деньги были повсюду, повсюду царил оптимизм. По всему миру строительная отрасль покоряет новые вершины, а Астон Мартин расширяет свои дизайнерские мощности путем создания мега-современной новой дизайн-студии. Она располагается за 4-метровыми стенами толщиной 1,5 метра. Здесь создаются все модели Астон Мартин, защищенные от постоянно угрожающей опасности промышленного шпионажа. Первая отдельная дизайнерская студия завода площадью 2700 квадратных метров невероятно тщательно охраняется. National Geographic – первая телекомпания, которая получила доступ в святая святых. Начальник дизайнерского отдела Марек Райхман показывает нам дорогу. Это дизайн-студия Астон Мартин. Очень и очень тайное место, где разрабатываются все наши концепт-кары и серийные автомобили. Еще ни одна съемочная группа не бывала внутри этой студии. Хорошо. Очень важно то, что когда мы занимаемся разработкой, потолки над нами высокие, освещение естественное, 6-метровые окна и эти любопытные фонари, позволяющие исследовать и очень тщательно анализировать поверхность глиняных моделей, которые мы создаем. Это критически важно для создания поверхностей. Естественное освещение дает дизайнеру возможность увидеть, как линии кузова звучат в трех измерениях. С самого начала все дизайнеры знали, что все пропорции ВАН-77 будут ключом к его успеху. И в первую очередь в его дизайне они постараются воплотить одно древнее знание. Как дизайнеры и художники, мы знаем, что можно измерить красоту, потому что существуют пропорции, называемые золотым сечением. Леонардо да Винчи много раз говорил о том, что вы можете задать пропорции предмета, и людям он покажется естественным образом привлекательным. Относящиеся к пятому веку до нашей эры понятие «золотое сечение» — это сложное математическое отношение, один к одному целому и шестистам восемнадцатитысячным. Проще говоря, это отношение чуть больше одной трети к чуть меньше двух третей. Считается, что это отношение обладает естественной красотой, которая, похоже, запрограммирована в нашем сознании. Это определяет верные пропорции, на которые любой взглянет и скажет «это мне нравится». Они даже не будут подозревать, почему. Для дизайнера это врождённые свойства сознания. С самого начала команда разработчиков Вайн-77 использует классическую формулу. Таким образом, наметив колёсную базу, ты уже знаешь, какой высоты должна быть машина, какой длины должен быть свес и отношение стекла к кузову. Снова две трети к одной. Везде вы будете видеть это соотношение. Существует множество вариаций золотого сечения, вроде золотой спирали, получающейся при рисовании изогнутой линии из более крупного в меньший квадрат через противоположные углы. Все вариации являются золотыми или обладающими золотым сечением. Подобные примеры золотого сечения можно найти в бесчисленном числе окружающих нас вещей. От формы раковин улиток до строения человеческого тела. От пропорций древних зданий, вроде Парфенона, до очертаний небесных изгибов галактик. Это веками завораживало математиков и художников. Затем художники превращают свои вдохновленные золотым сечением двухмерные эскизы в трехмерную реальность, работая один на один со скульпторами в дизайн-студии. Очень важно, что в Астон-Мартене мы до сих пор используем руки для разработки и дизайна. Опытный лепщик моделей может быстро создавать по твоим эскизам поверхности черты и формы, а в голове дизайнер держит двухмерное изображение. Но зачастую это не удается сразу же воплотить в жизнь. Нужен настоящий скульптор, тот, кто понимает, это будет двигаться так и изменит освещенность поверхности. Простой, оригинальный метод помогает сравнивать и подчеркивать отличия в формах, которые они пытаются создать. Мы используем глиняные модели, чтобы опробовать максимум идей. Берем одну глиняную модель и разделяем ее посередине, так что один вариант отображается на одной стороне, а другой на другой. Можно взглянуть на такую модель и понять, что вот эта линия лучше или лучше подходит для Вайнера, 77, чем эта линия. На другой стороне может быть линия, которая лучше, чем что-то на этой стороне, и так вы используете модели для улучшения дизайна. Различные модели создаются в масштабе 1 к 2,5, пока дизайн не сочтут достаточно, разработанным для создания полномасштабной версии. Сейчас вы видите машину в полном масштабе, и в этот момент она представляет собой уникальную скульптуру, потому что больше ничего подобного не существует. После придания глине нужной формы на нее наносится особый материал – динок. После того, как мы создали модель из глины, матового материала без отражения на поверхности, мы наносим на нее динок, чтобы поверхность машины скульптуры казалась металлической. Это помогает нам верно оценивать линии, поверхность и все прочее. Пока идет финальная доводка характера поверхности автомобиля, уже полным ходом ведется разработка его двигателя. Как и дизайнеры, инженеры руководствуются определенными принципами. Крис Порид, один из лучших гонщиков Астон Мартина и главный инженер проекта «УАН-77», знает, что показатели работы двигателя станут определяющими для успеха автомобиля. Двигатель «Сердце» ВАН-77 должен быть невероятно мощным. На раннем этапе инженеры решили использовать атмосферный двигатель. С самых ранних лет Астон Мартина все двигатели обычно делались атмосферными, использующими только обычный воздух, не сжатый воздух, никаких турбин на выхлопной системе для улучшения показателей. Дополнительная мощность, которую могут создать системы вроде турбины наддува, достигается лишь на определенных скоростях. В отличие от них, атмосферный двигатель способен выдавать свою мощность на любой скорости. Цель инженеров проста — создать самый мощный атмосферный двигатель в мире. Для начала отсчета Крис Порид рассмотрел самый мощный двигатель, который они выпустили на тот момент. Конструкция основывалась на нашем V12 для Астон Мартин Vantage DBS. Используется серийный блок, но он проходит несколько процессов обработки, которые вносят значительные отличия. В конечном итоге получается совершенно новый двигатель, созданный специально для ВАН-77. Двигатель обладает особым свойством, делающим его приемистым на любой скорости. Мощность — главный показатель любого двигателя, но на самом деле свойства машины определяются крутящим моментом. Мы всегда создавали двигатели с высоким крутящим моментом. У этого большого V12 двигателя очень широкая и ровная кривая момента, что означает, что лучшие показатели машины будут достижимы на любой скорости. Она очень быстро разгоняется с 50 км в час до 320. Крутящий момент двигателя — это физический показатель того, какое мгновенное усилие способен создать мотор. В конечном итоге крутящий момент отвечает за разгон, а лошадиные силы — за максимальную скорость. Хитрость ВАН-77 в том, что у него есть и то, и другое, высокий крутящий момент в сочетании с большой мощностью. Следующий этап — создание самого двигателя, руководствуясь заданными инженерами необходимыми показателями. Затем двигатель необходимо максимально испытать на машине, называемой «Дайно». Иоанн Минарди, директор отдела разработки, расскажет нам о процессе. Испытания на динамометрическом стенде крайне важны. Можно провести двигатель по всем оборотам, со всеми нагрузками, без необходимости устанавливать его в автомобиль. Мы использовали стенды, которые применялись для тестирования болидов «Формулы-1». Мы можем смоделировать движение на полной скорости свыше 350 км в час, смоделировать и низкий крутящий момент, и высокий. Двигатель ВАН-77 ближе к гоночным технологиям, чем к дорожным автомобилям. Как и остальные части машины, каждый из 77 двигателей будет собран вручную, что сделает каждый из них в некотором роде уникальным. Мы берем цельный кусок алюминия и срезаем большие куски от этой болванки, создавая форму. Вы можете видеть, как обрабатывается деталь там, где резак прошел по алюминиевой болванке и вырезал эту деталь. Пока создаются двигатели, в дизайн-студии заканчивается работа над формой автомобиля. Главной целью дизайнеров является поддержание как можно более естественных и элегантных форм кузова. Мы раздвигаем границы в плане дизайна, потому что у машины ограниченное число того, что я назвал бы, и что в нашей отрасли называется, линиями секций, стыками. Когда смотришь на УАН-77, нет линии бампера, вся машина кажется единой формы, единым объектом. Моя любимая линия, та, что начинается сверху фары и проходит по всей боковой стороне до задней части, соединяется с линией с другой стороны. Это одна линия, одновременно простая и сложная. Для меня это было настоящим достижением, потому что сделать это очень и очень сложно. Требуемая форма кузова доведена до совершенства. Любопытные публики не терпятся получить новую информацию, а дизайнеры в это время создают полномасштабную копию только внешней части кузова из пластичного полимера. Но как пластиковая копия машины ценой в миллион фунтов сможет удовлетворить все ожидания? Сентябрь 2008 года. Астон Мартин решает, что машине требуется знаменитое британское швейное мастерство. Если задуматься о том, где из ткани делают прекрасные вещи, то это Северроу. Это так подходит к нашей марте, что мы заказали в Северроу костюм для автомобиля. Пока автомобилю подгоняют костюм, мировые события, похоже, говорят о том, что пузырь шика и блеска эффектно лопнул. Коллапс банка Лемон Бразерс эхом прокатился по всему миру. После коллапса банка Лемон Бразерс неопределенность усилилась. В сентябре 2008 года, когда потерпел крах Лемон, мы все обсуждали, что будет с экономикой. Мы не знали этого, никто не знал. И политики не знали. Но руководитель Астон Мартина, доктор Бетс, сосредоточен на дебютном появлении УАН-77 и выбрал для этого парижский автосалон 2008 года. Целевой аудиторией станут подходящие клиенты, но будут и непременные представители прессы со всего мира. Критики задаются вопросом, не является ли запуск в производство суперкара в подобном финансовом климате слишком опасной игрой. Они говорят о машине, которая в пять раз дороже и так дорогих выпускаемых ими машин. Для создания машины ценой миллион 200 тысяч фунтов стерлингов нужна смелость. Но руководство Астон Мартина уверено, что лучше понимает ситуацию. Это вещь для немногих, для людей, безусловно, богатых, но желающих чего-то особенного в жизни, того, чего нет у других. Это заявление чистой эксклюзивности с высокими показателями, нечто самое современное и передовое. Доктор Бетс, принимающий решение, не сомневается в своих оценках. Он надеется, что УАН-77 вдохновит людей. Это также должно вселить уверенность в других, призвать не думать лишь о негативе, о кризисе, не говорить о плохом. Сохраняя оптимизм и уверенность, Астон Мартин выступает со своим парижским пресс-релизом. Париж – замечательное место, одна из мировых солид стиля. Автосалон в день прессы – это лучшее место на Земле. Думаю, автосалоны дарят множество ожиданий. Кто станет главной звездой шоу? Мы привезли туда машину, чтобы показать потенциальным покупателям, тем, кто захочет вложить деньги в автомобиль еще до того, как он создан. Мы демонстрировали, что это будет нечто особенное, очень эксклюзивное, но типично астон-мартиновское. Идеальнейший Астон Мартин, который мы способны сегодня выпустить. Я чувствовал, что они абсолютно уверены в УАН-77. Они продемонстрировали свою уверенность, приведя в ярость прессу. Выкинутый ими в Париже фокус с костюмом из Севил-Роу серьезно раздразнил прессу. Он стал примером того, как производитель дает лишь малую часть информации, возбуждая аппетит. Парижский автосалон был интересен тем, что Астон Мартин продемонстрировал свой УАН-77. Когда мы подошли к стенду, машина стояла там, но была накрыта специальным чехлом. Почти накрыта. Первые три четверти. Часть первых трех четвертей была не накрыта. Главной проблемой было то, что люди на шоу пытались поднять этот чехол. Несмотря на экономические проблемы, все были поражены, что Астон Мартин создает подобный автомобиль. Они были шокированы. Ух ты, мы никогда не слышали об этом, а Астон Мартин никогда не делал подобного прежде. Мы хотим на это посмотреть. И еще очень важным моментом было то, что на парижском автосалоне была видна невероятная форма машины. Я помню, что разговаривал с Мареком и спросил, «Это настоящая высота, таким он и будет?» А тот ответил, «Безусловно». Теперь, когда пресса увидела концепт-кар, ВАН-77, несмотря на экономический спад, начинает привлекать интерес. В то время у нас уже были заказы. Люди начали оставлять залог, а мы говорим не о пяти тысячах. Взносы на ВАН-77 достигали 200 тысяч фунтов. Вернуть их было нельзя. Для меня и для доктора Бетца это было знаком того, что люди верят в этот автомобиль. Это было очень важно. С первыми заказами поступает дополнительный запрос. Первые клиенты выбрали определенный номер шасси. Первыми из выбранных цифр были 7, 77, 1, 21, но затем запросы стали более личными. Все зависело от людей. У некоторых это мог быть их день рождения. В разных частях света есть свои ассоциации с разными цифрами. Число 8, например, очень важная цифра в Китае. Мы сделали все, чтобы удовлетворить большинство заказчиков, и многие получили уникальный номер для своей машины. Книги заказов заполняются, и ВАН-77 поступает в производство на специально созданном доктором Бетцем микро-мега-заводе. Здесь мы собираем абсолютно все для ВАН-77. Это уменьшенная версия нашего большого завода. На главном заводе имеется движущаяся сборочная линия. Здесь каждая машина собирается на своем участке. При этом сам автомобиль остается на месте. С самого начала ВАН-77 заметно отличался от других моделей Астон-Мартин. И хотя все они начинаются с легкого алюминиевого основания, центр ВАН-77, его монокок, как это называется, должен быть еще легче. Это начало процесса. Мы начинаем с углепластикового монокока, который выкладывается вручную по технологии Формулы-1. На создание этого углепластикового основания с гоночными технологиями в сердце уходит в общей сложности 6 недель. Эта технология – вершина инженерных идей по снижению веса. Углепластиковое переплетение дает как невероятную прочность, так и сверхлегкий вес. Кузовные панели будут крепиться к этой высокотехнологичной конструкции. Чтобы оценить, насколько уникален ВАН-77, стоит сравнить следующую часть сборки с тем, как собираются другие скоростные элитные модели Астон-Мартина, такие как «Вантидж», «Вираж» и ряд моделей «Диби». Здесь, на главном заводе, из-за большого количества производимых машин, упор сделан на скорость и точность. Это участок сборки кузова в белом, где на специально подготовленные панели наносится особый клей. Этот клеящий состав, чьи корни уходят в авиационные технологии, легче и прочнее традиционной сварки. Чтобы производство успевало за временем, здесь используется один из немногих роботов на заводе. Он известен под прозвищем Джеймс с клеем Бонда. Он способен быстро нанести точно необходимое количество клея. Затем, когда панели готовы, они укладываются на специальную раму вокруг основания машины. Все кузовные панели закрепляют автоматически, как поведал нам Ник Лайнс. Здесь вы можете видеть, как створки смыкаются, почти как у венериной мухоловки. Затем на машину устанавливается крыша, устанавливаются детали под давлением и высокой температурой, чтобы удостовериться, что они верно встали на автомобиль. Суть этого хитроумного способа — абсолютная точность. Но процесс для ВАН-77 значительно отличается. В компании «Астон Мартин» хотели, чтобы в эту модель был вложен максимум ручного труда. Это заставило их обратить взор на историю фирмы. ВАН-77 представляет собой все лучшее в истории марки «Астон Мартин». В нем традиционная искусная работа мастеров соединяется со сверхсовременными технологиями. Примером традиционных методик в создании ВАН-77 может быть ручная обработка алюминиевых панелей. Мы берем листы алюминия, а парни прокатывают их вручную, придают им форму, сваривают, шлифуют и создают это искусство, эту форму, скульптуру, которую представляет собой обшивка автомобиля. Вся задняя часть машины изготавливается из одного куска алюминия. Все начинается с частей поменьше, формующихся вручную и прокатанных. Затем все стыкующиеся части собираются и свариваются вручную. Шлифовка, искусство сглаживания поверхности до такой степени, что сварной шов становится незаметен. Каждая секция автомобиля создается подобным образом вручную. Мы максимально используем это мастерство. Специалист может взять лист алюминия и создать эти прекрасные формы и черты. Смотришь на него и думаешь, как, черт повели, кто-то смог придать металлу такую форму. Этот метод отсылает нас к старинным традициям изготовления кузовов Астон-Мартин. Сочетание этого традиционного ручного труда с суперсовременным гоночным углепластиковым монококом обозначает философию АН-77. Используя эту смесь нового и современного современных технологий со старомодным инженерным подходом, мы добиваемся того, что вместе они придают машине совершенно необычную изюминку. Это наша интерпретация идеи суперкара. На самом деле, самые успешные годы в истории Астон-Мартина всегда были связаны с активной гоночной программой. Сегодня доктор Беттс вместе с главным инженером ВАН-77 Крисом Порритом участвуют во многих гонках, включая знаменитую 20-часовую гонку на Нюрнбург-Кримге. Тот факт, что главный босс все еще гоняет на собственных машинах, думаю, многое говорит о компании. Одна из самых важных побед фирмы — победа в Ле-Мане 1959 года. Это был ключевой момент в истории компании, закрепивший за маркой славу британского мастерства. Дэвид Браун пожал плоды своей веры и неистащимых усилий людей, построивших победный Астон-Мартин и управлявших им. Так что, когда герою Романов, агенту британской разведки Джеймсу Бонду понадобился автомобиль, выбор Астон-Мартина был очевиден. Гоночный номер команды Астон-Мартин сегодня — 007. Дань памяти Союзу, которому сейчас уже больше 50 лет. Как и сегодня, знания, полученные на гоночной трассе в 50-х и 60-х, вкладывались в разработку машин, что в какой-то мере определило их облик. Вентиляционные отверстия по бокам — это еще из тех, связанных с автоспортом дней, потому что гоночным автомобилям нужно значительное охлаждение под капотом. В боках передних крыльев делались отверстия, чтобы выходил воздух, прошедший сквозь радиатор. Но серийные модели никогда не были полностью гоночными машинами. Это были машины класса Гран Туризмо, GT, как их называют, спортивные автомобили для дорог общего пользования. Гоночные машины — одна цель, выиграть в гонке. А дорожные автомобили должны выполнять множество разных задач. Поэтому какая-то схожесть в мощности и показателях — да, но есть и множество отличий в том, что касается комфорта, красоты, радости и удовольствия. ВАН-77 должен быть частью этой соблазнительной истории. Как руководители компании, мы должны опираться на наше наследие и указывать направление для будущего. Это идеальное выражение того, что представляет собой Астон Мартин последние 94 года. Для того, чтобы спаять эти знания, требуются точные стандарты. В конечном итоге, из-за того, что все панели изготавливаются вручную, каждая машина становится уникальной. Понимая это, крайне важно, чтобы отклонение между деталями составляло не больше миллиметра. Именно здесь ВАН-77 измеряется в более чем 600 местах, чтобы убедиться, что он представляет собой уникальное творение мастера, что ничто не выходит за заданные рамки погрешности. Интерьер машины начинает принимать очертания в дизайн-студии. Сначала вы создаете внешнюю часть машины, и затем переходите к интерьеру. Интерьер — это место, где вы проводите всю жизнь за рулем. Снаружи и внутри — это целостная вещь. Одно невозможно без другого. Как это было с экстерьером автомобиля, все начинается с моделей из глины. Но здесь во внимание нужно принимать множество деталей. Я люблю смотреть, как знаменитые дизайнеры по интерьерам создают их. Это нечто особенное. Они думают о таком числе сложнейших проблем. Эргономики, о том, каковы материалы на ощупь, цена, расстояние, мягкость кожи, запахи, чувствительность, информация для водителя. Обо всем этом. Это очень сложная сфера дизайна. Крайне важно принять верную линию. Ключевым является сочетание потока и мощи. Это очень длинные, элегантные приборные панели, центральная консоль, очень мощная, но при этом линия чрезвычайно грациозна и длинна. Когда выбрана верная идея, мысль передается о текстуре поверхности. Когда ты открываешь дверь, порог автомобиля — одна из действительно уникальных деталей УАН-77, где вы можете увидеть структуру порога, увидеть углепластик. Так что переплетение должно быть идеальным. Необходимо вложить много труда в ту область, где углеволокно соединяется, чтобы не было никаких недостатков. Прежде чем любая деталь, неважно, насколько маленькая, передается на завод УАН-77, все ее черты должны быть скрупулезно проверены. Это приказ самого верха. Я лично хочу, чтобы все детали, малейшие винтики и болтики, выглядели совершенно верно. В машине, думаю, 120 с лишним вставок в углепластиковую основу. Они изготавливаются определенные формы, затем у них высверливаются отверстия, чтобы снизить вес. Это удивительная часть, которую никто никогда не увидит после сборки автомобиля. Все машины имеют поверхности, которые вы видите, и скрытые поверхности. Соответственно, поверхности класса А и Б. Обычно те, что скрыты от глаз, поверхности класса Б, имеют менее качественную обработку, изготовленные из более дешевых материалов. Но не у этой машины. Мы обсудили каждый аспект автомобиля лишь два дня назад. Был запрос изменить форму части выхлопной системы. Кто-то сказал, да ладно, она под машиной. А я сказал, подожди минутку. Я подумал, что как команда, мы договорились, что у этой машины нет нижних частей. Все это поверхность класса А. И команда приняла это к сведению, согласилась с тем, что надо снова обдумать вопрос. Это очень сплоченная команда, и все поддерживают друг друга в стремлении найти лучшее решение для каждого из элементов машины, для каждой системы. Всегда есть небольшой нажим, прогиб, напряжение. Но в конечном итоге, если так работать вместе, то у тебя получится лучший продукт. Объединившись, команда остается преданной идее того, что любая поверхность — поверхность класса А. Все — поверхность класса А. Все должно быть прекрасным. Под капотом ли это, даже за приборной панелью, в багажнике ли. Все должно выглядеть замечательно. Это тоже часть инженерной гордости. Инженерная гордость простирается до золотой фольги в моторном отсеке, помогающей с отводом тепла. Но вы не увидите ее, если не разобрать автомобиль, о чем расскажет нам Крис Поррит. Здесь мы можем заглянуть под заднюю часть машины, обычно закрытую диффузором. Это структура выхлопной системы, экранирующая тепломатериал, который нам также нужен для выхлопа. Мы защищаем заднюю часть автомобиля золотой фольгой. Здесь и здесь. Это служит для защиты углепластика. Здесь, в покрасочном цехе, наши инженеры удаленно управляют производственным процессом. Вся работа происходит в тесном пространстве с контролем состава воздуха для удаления частиц пыли. Мы аккуратно наносим семь слоев краски на каждый автомобиль, используя как роботизированное, так и ручное нанесение. Каждая машина сначала грунтуется, затем наносится основное покрытие, а затем она окрашивается в любой цвет по выбору будущего владельца. После чего наносится лак и проводится полировка, или детализация, как это называют. Но именно садящееся солнце выступает сигналом к началу покраски ВАН-77. ВАН-77 красится полностью вручную, когда вокруг меньше людей, можно вложить в нее больше мастерства. Выбранный заказчиком цвет сколерованный прошел тройную фильтрацию перед декантацией в отдельных емкостях перед нанесением. Последний этап подготовки кузова — удаление статического электричества. Поверхность бомбардируется заряженными частицами, нейтрализующими покрытие. Результатом этого важного этапа становится кузов, который будет притягивать положительно заряженные молекулы краски, как магнит. Теперь автомобильные художники могут начать работу над своим шедевром. Когда покраска будет завершена, кузов простоит всю ночь в своей обеспыленной будке с климат-контролем. Утром машина вернется на завод ВАН-77, где ее двигатель проходит последние этапы сборки. Это также последняя возможность стать свидетелями внимания к деталям при его создании. Это участок сборки силового привода, где мы устанавливаем двигатель на переднюю часть кузова и в конечном итоге соединяем его с трансмиссией и карданной передачей. Вы можете видеть внимание к деталям в качестве изготовления крышки, углепластики впускных коллекторов и крышек распредвалов. Это высоко расположенные части машины, поэтому мы хотели сделать их из легкого прочного материала. Выхлопные коллекторы, когда они установлены в машине, закрываются тепловыми щитами, но они изготавливаются вручную точно для этой машины. Их делают из инконеля, очень дорогого сплава, используемого, например, в выхлопных системах Формулы-1. Когда силовая передача собрана и установлена на автомобиле, подкатывается двигатель для установки на основание. Здесь ВАН-77 становится единым целым. У нас тут 4 станции, по машине на каждую станцию. Во время сборки машина остается на месте. У нас 7 команд техников, которые приходят и выполняют свою работу, требующую особых навыков, на каждой из машин. Как вы можете видеть, теперь у автомобиля есть двигатель, силовая передача, вся передняя структура, передняя подвеска, даже интерьер. С момента показа модели на парижском автосалоне прошло 6 месяцев. И в деле разработки автомобиля это был относительно быстрый процесс. Программа была таковой, что мы работали очень-очень быстро. Первый двигатель мы запустили менее чем через 12 месяцев после появления первоначального замысла автомобиля. Ставки растут по мере того, как пресса теряет терпение. В отрасли множество людей, которые мечтают о крупных амбициозных проектах. Когда вы поднимаетесь на пьедестал, заявляя о создании спорткара за миллион фунтов, он должен оправдывать себя. Дизайн должен быть умопомрачительным, мощность феноменальна, каждый стежок идеальным. Парижский автосалон лишь распалил разногласия. Когда мы показали предварительный образ машины на парижском автосалоне, это было желание подразнить, лишь приоткрыть немного наш автомобиль. Многие были слегка разочарованы тем, что не заглянули под шкуру машины. Думаю, компания переусердствовала с попыткой подразнить публику. То и были нужны реальные факты здесь и сейчас. Место, где все будет раскрыто, выбрано. Это будет Женева. Женева, вероятно, самый важный мировой автосалон. Там присутствует вся автомобильная пресса. Это идеальное место, чтобы представить важную новую машину. Компании Астон Мартин знают, что придется бросить вызов сомневающимся. Это не страшно. Тем не менее, демонстрация публики – нервный момент. Ведь мы выставляем себя на показ и говорим, вот, мы хотим это сделать. Известно, что производители автомобилей показывают вымышленные концепт-кары, которые никогда не становятся реальностью. И многие начали говорить, возможно, ВАН-77 так и не воплотится в жизни. Выйти на рынок становится труднее. Трудности на рынке нарастают и начинают чувствоваться в самый разгар производства ВАН-77. Это тяжелые времена в плане экономических условий. У нас была страсть и вера, что, во-первых, мы делали верное дело, и, во-вторых, мы способны его сделать. Мы должны были продолжать двигаться. Если начать колебаться, если не хранить верность идеи, вот тогда и начинают появляться трещины. Фиаско британских банков привело к разрушительным последствиям для производителей автомобилей. Ни одно автопредприятие или любое другое предприятие не предвидело, что их ждет. Свыше двух тысяч человек лишились работы. Шесть тысяч человек остались невостребованными. Проблема автокомпаний в том, что они очень чувствительны к малейшим изменениям спроса. Представьте, что вы внезапно остались сотнями тысяч выпускаемых машин, припаркованных перед заводом, и не можете их продать. Это было плохо, особенно для производителей роскошных автомобилей. Условия, похоже, будут только ухудшаться, и ВАН-77 словно принадлежит к другому миру. Но вместо того, чтобы быть скромнее, Астон Мартин решает показаться миру во всей красе. Женевский автосалон стал важнейшей поворотной точкой в заявлении Астон Мартин, а внезапно этот автомобиль стал реальностью. Мы решили показать в Женеве голое шасси и внешнюю часть автомобиля, но совершенно отдельно. Продемонстрировали шасси с двигателем, силовой передачей, углепластиковым основанием и отдельно рядом кузов автомобиля. Впервые зрители смогли увидеть все, что есть в машине. Реакция британских журналистов оказалась необычно эмоциональной. Машина выглядела удивительно. Все критерии красоты были задействованы. Невероятно впечатляет. Посмотрите на ВАН-77 на картинках, он ошеломляет. Взгляните в реальной жизни, его красота зашкаливает. Кажется, что реакция прессы поддержала решимость и преданность доктора Бетца. Но, что важнее всего, главный вопрос остается неизменным. Им требовалось, чтобы 77 человек решили, в моей жизни необходима одна из этих машин. Причем без возможности предварительного тест-драйва, потому что на заводе ВАН-77 автомобили еще только создаются. После того, как сборка закончена, машина проходит через этот участок. Как вы можете видеть, эта машина немного странная, потому что она покрыта пленкой. Все машины проходят проверку на дороге, и пленка защищает лакокрасочное покрытие. Все Астон-Мартины проверяются на дорогах для выявления малейших недостатков. Колеса тщательнейшим образом регулируются. Затем проводится проверка на герметичность в случае дождя. Каждый Астон-Мартин проходит финальную проверку, или, как ее называют, аудит. Это процедура финального аудита. На этом этапе наша цель – мельчайшие детали, чтобы машина попала заказчику в безукоризненном состоянии. После окончания проверки остаются еще два важных знака одобрения. Первый знак персональный от инспектора в виде таблички, устанавливаемый над двигателем. Я не хочу говорить, сколько конкретно, но довольно много Астон-Мартинов ездят с моим именем. Да. И, наконец, устанавливаются крылья, завершая силуэт машины. У Ан-77 остается следующий шаг. У нас имеется презентационный зал. По плану, когда прибывает заказчик, он усаживается, машина находится за закрытыми дверями, у нас подготовлено очень сложное освещение, двери открываются, и путешествие заказчика заканчивается презентацией автомобиля. Автомир безумное место. Если пробудить в людях желание обладать продуктом, они его купят. Это финальный момент, когда люди могут потрогать машину, увидеть ее, рассмотреть уровень детализации. Каждый элемент машины был создан нашими дизайнерами. Именно так мы и задумывали этот автомобиль. Для меня это та часть, которой я больше всего горжусь. Когда первая машина была готова к отправке, мы пришли сюда. У меня в горле стоял ком, если честно. Я впервые выпускаю продукт подобного рода. Мы многому научились, выросли с точки зрения инженерии и внешнего облика. Ван 77 во многом устремлен в будущее. Станет ли эта машина классикой, будет видно через 10, 20, 50 или 100 лет. Сейчас я вижу красоту, вижу мощь, вижу душу и мастерство создателей. Я вижу произведения искусства. Пока я тут сижу, они продали большую часть этих машин. Принимая во внимание, сколько они стоят, это невероятное достижение. Они не только создали их, но и добились, чтобы все амбициозные заявления насчет этих автомобилей были воплощены. Это впечатляет. За первый год после выхода на рынок было продано больше 60 машин. А когда будет куплена последняя, завод Ван 77 будет выведен из эксплуатации. Всего в 70 километрах в Астон-Клинтоне один из Ван 77 едет по той самой дороге, где Лайон Л. Мартин стал победителем почти век назад. Это напоминание о том, что время всегда остается главным судьей. Программа озвучена студией ARK-TV. Текст читал Игорь Тарадайкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...